Мониторинг цен на лекарства с этого года проводят по поручению губернатора Кубани Александра Ткачева. На карандаш проверяющих попали все аптечные сети. В первую очередь власти следят за тем, чтобы в аптеках не перегибались наценкой на жизненно важные и необходимые лекарственные средства. Сегодня контроль идет не только здесь, но контроль сегодня идет и на рынках, и на ярмарках. И задачи сегодня главы нашего города Сергеева Сергея Павловича и служб, который ему подчиняется, контролировать не рост цен. Заместители главы Людмила Мурашова и Сергей Козлов посетили аптеку «Фитофарм». Первым делом просит справочник предельно допустимых цен. Кстати, ознакомиться с ним может по желанию любой покупатель. По данным проверки, рост цен зафиксировали на импортные лекарства и те, стоимость которых не регулируется государством. А медикаменты из необходимого перечня не подорожали. Согласно постановлению региональной комиссии, допустимая наценка никогда не превышает установленным государственным приказом. Отдельно учет ведете этих препаратов? Конечно. У нас отдельно на них существуют накладные, по которым производится расценка, перепроверяется. Количество жизненно важных и необходимых лекарственных средств составляет 571 наименование. Этот перечень действует до 1 марта 2015 года. Новый, который скоро вступит в силу, увеличится на 52 позиции и будет на 67% состоять из отечественных препаратов. Как показал мониторинг, цены фитофарми не превышают установленных. Подобные проверки пройдут во всех аптеках города и сельских округов. Вся информация о ценовой политике, противоречащей действующему законодательству, незамедлительно отправит в прокуратуру. Принимать меры к нарушителям в полномочиях надзорного органа.